Петербургский мельничный комбинат – это крупное предприятие мукомольно-крупиной отрасли. На рынке оно представлено такими брендами, как Ясно-Солнышко, Мука-Предпортовая, Оладушкин, Кудесница и другие. В этом году Петербургский мельничный комбинат отпраздновал 40-летие. В конце 2022 года мы завершили проект по переходу на ERP управления холдингом. Основными предпосылками данного проекта являлось то, что наша старая система 1СУПП была очень сильно модифицирована и не позволяла нам заниматься развитием и автоматизацией тех бизнес-процессов, которые требовали уже автоматизации. А также нам необходимо было исключить дублирование операций и ведение этих операций вне системы. Это была сложность для нас. В 2020 году мы пригласили компанию Корус Консалтинг для проведения обследования бизнес-процессов нашей компании. И по результатам данного обследования специалисты Корус Консалтинг нам предложили несколько вариантов решения. Мы остановились на 1СРП управления холдингом и отраслевом модуле управления мукомольным, крупинным, комбикормовым и масложировым предприятием. На проект внедрения мы также пригласили Корус Консалтинг, потому что они уже знали наши бизнес-процессы, они уже понимали специфику нашего предприятия и зарекомендовали себя как хорошего партнера. Стартовали мы с проектом в апреле 2021 года, завершили мы проект в декабре 2022 года. Для реализации проекта мы выбрали следующий путь. Мы разбили проект на три этапа. Первым этапом мы реализовали процессы оперативного складского производственного учета, продаж, логистики и ценообразования. Вторым этапом мы уже начали заниматься казначейством и регламентированным учетом и завершили проект автоматизацией управленческого учета и бюджетирования. Проект у нас занял 21 месяц. За время проекта мы старались максимально использовать типовую конфигурацию ERP. Были у нас дописки, то есть мы дописывали функционал, но в основном это касалось разработки армов для сотрудников, для того, чтобы они быстрее привыкли к системе и им было удобнее в ней работать. Проект завершили мы в запланированные сроки, без превышения бюджета, без потери данных и без прерывания производственного процесса и продаж. Основными вызовами на проекте можно выделить то, что был у нас большой объем функциональных процессов, которые нужно было перенести в систему, человеческий фактор и нам необходимо было избежать дублирования отражения операций в двух системах. Соответственно, каждый вызов мы проработали и его, в принципе, решили. Следующим образом, с большим объемом операций мы разобрались с тем, что разбили проект на части, на этапы и реализовали его поэтапно. Человеческий фактор, здесь решение вышло само собой, потому что мы на каждый этап приглашали и привлекали, вовлекали ключевых специалистов. Они у нас занимались и тестированием, и участвовали в опытной эксплуатации. Таким образом, они и участвовали на самом проекте, и обучались. То есть мы таким образом решили проблему с людьми. А дублирование операций решили тем, что Корус Консалтинг нам разработал интеграции в обе стороны, и из УПП в ЕРП, и, соответственно, на своей стороне мы выделили специалистов, которые занимались проверкой интеграции. И, в принципе, проблем с учетом и с расчетом себестоимости у нас не возникало на протяжении всего проекта. В результате ПМК получила новую современную флагманскую программу, которая у нас теперь обновляется, и позволяет нам реализовывать наши проекты по развитию процессов. На данный момент уже реализованы такие проекты, как управление качеством, казначейство, бюджетирование. Мы буквально на днях закончили интеграцию с ФГ и зерно, что для нас это очень важно. На данный момент в работе у нас есть проекты по автоматизации нашего внутреннего документа оборота, оптимизации планирования, проверке контрагентов. И начали заниматься уже прорабатывать вопросы по внедрению в МС-систем и налогового мониторинга. Траслевой модуль управления мукомольно-круппиным комбикормом масложировым предприятием позволил нам решить часть вопросов, связанных с отражением качества сырья упаковки и продукции, причем на каждом этапе. Потому что для нас очень важным было то, что мы должны видеть в онлайн-режиме и отслеживать качество входящего сырья, производство продукции и реализацию продукции, отражение и сопровождение реализации продукции удостоверениями качества. Для нас это было важно. И, в принципе, без данного модуля нам бы пришлось весь функционал дописывать в ERP, но мы здесь сэкономили на трудозатратах, и, в принципе, данное решение позволило нам проблемы эти решить. Факторами успеха проекта можно выделить следующее, что все-таки мы четко разделили процессы по этапам, настроили интеграцию, отладили работу по проверке данных при интеграции. На всем время проекта мы вовлекали и включали сотрудников в сам проект, и мы не ошиблись с интегратором, как показала практика. Планы компаний на данный момент, как я уже сказала, мы занимаемся оптимизацией планирования, начали проработку внедрения в МЭС-системы и автоматизацию внутреннего документа оборота. В проработке, как я уже повторюсь сказала, налоговый мониторинг. С этими проектами мы ведем сейчас работы. Все, спасибо за внимание. Спасибо.